итак всем привет сегодня решил сделать обзор на моё новое приобретение три тестера фирмы иек почему я взял именно фирмы иек да потому что эта фирма уже давно на рынке и она зарекомендовала себя с очень положительной стороны я думаю с этой фирмой знакомы даже люди которые не знают что такое электричество то есть люди знакомые с этой фирмой не знакомы с электричеством такой каламбурчик потому что например вот эти приборы этой фирмы знакомы по-любому всем и детям и взрослым и старикам и эти приборы меня в жизни ни разу не подводили и поэтому по юзов по интернету в поисках хороших мультиметров я нарвался на эту марку почитала них побольше и решил прям взять линейку мультиметров на замену своим старым на замену или в дополнение потому что сейчас я расскажу кое-каких функциях которых нет моих аналогичных и так далее сразу хочу сказать вам что как бы это определить что в одной и той же ценовой категории то есть вот мои старые мультиметры примерно например у этого с этим цена 1 вы у токовых клещей с теми клещами цена 1 но различие все таки есть во первых в этих побольше функций дополнено а во вторых качество сборки что внушает доверие опять же потому что мы уже в общем то наелись всем этим китайским и это опять же да это китайская продукция ну то есть изготовлена она в китае однако же посмотрев более-менее их по щупов потестив все-таки заметно разница вот с этими вот приборами я вам сейчас буду объяснять в чем разница в чем отличие так ну 1 во во первых сразу щупы вот то есть когда я по открывал коробки я увидел что на всех трех щупы намного качественнее чем старых единственное что вот на этом старички уже щупы новые это не родные а вот здесь родные щупы вы наверно можете определить разницу в этих щупах которые стоят на аналогичном тестере и в этих щупах провода толще сами ручки или как сказать индикаторные ручки не знаю как они называются они намного удобнее у них даже защита есть вот эти колпачки снимаются то есть можно вот так поставить защиту можно снимать для удобства работы то же самое на токовых клещах аналогичные щупы хотя на старых везде тонкие стандартные щупы вот именно вот я покупал отдельно и они здесь вот на этом еще тоньше даже идут вообще какие-то непонятные то есть они быстро обламываются а тем более при работе на холоде толку с них мало вот это один плюс этой марки и если я уже сказал если нет то скажу вам что при одной же и той же цене ну понятно что в разных магазинах цены разные но вот эти два мультиметра например стоит одинаково однако по качеству изготовления они разные ну а теперь начнем с малыша малыша я решил взять на замену вот это вот старичка своего потому что у него поломался перещёлкиватель мне стало с ним неудобно работать то есть он самопроизвольно может включиться в кармане там или где-то в бардачке машины короче уже короче он уже пойдет может кому-нибудь друзей подарю и вот я решил взять такого вот малыша у него немного занижены пределы измерений то есть если здесь максимальная на старом было постоянное напряжение 1000 вольт у здесь 500 ну больше скажем так 380 вернее двух фаз трех фаз мне работать и не приходилось нигде поэтому да и взял его не для этих целей взял его для того чтобы вместо вот того мультиметра возить в машине то есть для тестирования именно в машине электроцепи там мало ли где что не работает и так далее и плюсом не пригодится очень на работе потому что часто бывают у меня на работе моменты когда нужен мультиметр также тестировать обрыв цепи тракторе комбайне и так далее ну и плюс электропроводка ну и для этого малыша все-таки даже здесь сделали прозвонку транзисторов но это для меня нужная функция я не настолько электрончик чтобы такими делами заниматься мне побольше переводим к сравнению можно сказать одинаковых мультиметров дт 92 05 а и и y64 фирмы ег по большому счету они построены на одинаковых микросхемах поэтому в работе они в общем-то одинаковые единственное что ну то есть брендовые мультиметры они понятно что буду стоить дороже возможно лучше работать но для домашних мастеров я не советую покупать очень дорогие мультиметры которым будете пользоваться раз в неделю например и так отличие у них какие так так на этот мультиметр добавлена функция замера температуры с моей стороны как с мое мнение это очень обалденный плюс опять же напомню что цена одинаковые далее вот эти входы конденсаторы проверки и транзисторы они здесь вынесены все на вот этот вот переходник то есть и конденсаторы и транзисторы проверяются здесь это с моей стороны тоже очень хороший плюс потому что одно дело когда у электронщиков лежит он мультиметр на рабочем столе и можно сказать на улицу не выходит ну вот например как у меня или вот как у большинства из вас мультиметры например вот ездят машине там лежат где-то в мастерской то вы оставили бросили его где-то или еще что и вот эти вот входы вот эти вот ходы они засоряются туда попадает пыль туда попадают мелкие частицы и так далее и это не есть хорошо для прибора а также для ваших дальнейших измерений поэтому вот здесь уже постарались производители и вынесли все в переходник и это обалденная фишечка то есть также можно проверять конденсаторы и транзисторы потом вынули и все работает также просто таком смотрим полярность обязательно ком написанные миллиамперы здесь также плюс-минус на переходнике плюс-минус и включаем значит как положено так переводим например на температуру потому что сейчас включена термопара включаем и он нам показывает температуру воздуха у меня в комнате ну вот примерно 20 21 градус он сам не решит 20 градусов короче у меня сейчас комнате подобных действий с этим например мультиметром человек учительное одно качество этих приборов этого ты этого в том что в расположении гнезд видите здесь гнезда расположены на краю прибора здесь подальше это означает что в этом приборе гнезда канала вот эти они впаяны в плату то есть они у вас намного крепче сидят а здесь они на краю платы выведены на металлических ножках пластинках таких и вот это вот вещь вот это вот фишка она как раз доводит до того что эти гнезда отгибаются внутрь а также отламываются то есть здесь это еще один плюс о переключении то есть здесь я не знаю будет ли вам слышно как он щелкает звук грубовато скажем так теперь здесь слышите ощущение такое качественного прибора щелчок совсем другой вот такой вот грубый щелчок у меня был как раз вот на старом которая показывал мультиметр и в итоге он в конце концов заел и потом сломался а здесь переключение плавненькие прямо приятно или здесь так ну в обоих у них присутствует кнопка включения выключения и вдруг вы забыли его выключить он через определенный промежуток времени отключится сам переходим теперь на токовые клещи токовые клещи фирмы иек 266 f так теперь какое отличие в аналогичных токовых вещах ну как вот на первый взгляд мне кажется урезанные функции многие опять же одна ценовая категория стоит они одинаково плюс-минус там то есть виду вроде как они и выглядят одинаково и по форме и по по содержанию но в чем тут но здесь функции обозначены крест-накрест то есть я включу если вот так это одинаково будет что вот так то есть получается половина функций вот только работает функции или вот эти но одинаково то есть одно и то же даже выключение в обе стороны работает здесь же функции все добавлены по кругу это понятно означает что их больше тут например частотомер есть можно замерить частоту цепи ну ампер аж и здесь и здесь 1000 дальше сопротивление изоляции на этих например максимум 200 мегаом на этих 2000 мегаом электриком думаю будет полезно но правда для подключения для измерения таких сопротивлений нужен будет отдельный датчик он приобретается отдельно мне такого было не нужно поэтому я его и не приобретал так режим прозвонки есть и там и там только здесь сопротивление можно измерять до 20 килоом здесь сопротивление можно это 2 мегаома разве чего наконец-то производители стали работать на качество не изменяя при этом цену то есть два прибора с разным качеством но зато с одной ценой три прибора которые станут незаменимыми для домашнего мастера потому что они умеют измерять силу тока постоянного переменного напряжение постоянные переменные чистоту температуру измерять емкость конденсаторов измерять сопротивление прозванивать диоды прозванивать транзисторы много очень много полезных функций без которых в домашних делах не обойтись домой домашнему умельцу цель моего видео не научить вас как пользоваться этими приборами а направить людей которые еще стоят на перепутье перед выбором что выбрать как какие мультиметры вот именно для этих людей я делаю сегодняшнее видео то есть просто показать достоинства именно этих мультиметров которые мне понравились и вы на на видели по моему парку мультиметров что скажем так я поиспытывал разные и предпочтения я наверно отдам этим но сейчас так небольшие руковые клещи инструмент который пригодится не только электриком но и любознательным домашним мастерам а также просто любознательным которые хотят познать этот мир с их помощью вы можете узнать мощность любого своего электроприбора в доме не ту которая заявлена на упаковке потому что часто нас обманывают а замерив с помощью этих клещей ток который потребляет электроприбор вы узнаете его мощность даже могу рассказать как это сделать замеряем ток прибора я вам дальнейшем покажу как это делаем замерили ток запомнили циферку потом замерили точное напряжение потому что для формулы подставлять 220 скажем так это неразумно замерили точное напряжение сколько у вас будет там стол 218 там 230 180 может быть вот и потом ток умножаем на напряжение получаем на выходе мощность в ваттах какую действительно потребляет ваш прибор потому что бывают такие моменты вот людей слушаешь говорят да вот я там мало чем-то пользуюсь тем-то тем-то а свету наматывает много накручивает скажем так электроэнергии вот как раз таки можно и проверить свои приборы так ли они крутят как вы думаете итак первый тест подключил я токовые клещи и к чайнику под нагрузку имейте ввиду что замеряется с это только один провод поэтому если двужильный провод у получит не получится замерить обязательно нужно замерять переменный ток и одну живу только ну вот я включил подключил все видите на табло сейчас по нулям на экране а теперь включая чайник и проверяем сколько он у меня кушает 5 и 8 ампера показывает нагрузку ну потребление тока вот он зашипел ну не меняется все выключил ушел 0 вот таким образом приходят замеры тока токовыми ключами очень полезная вещь особенно для тех кто например вот для меня она полезна тем что я могу узнать потребляемый ток электродвигателя потому что я часто делаю что-то с электродвигателями асинхронными циркулярка там станок сверленный токарный и мне нужно знать потребляемый ток именно для этих целей я их и приобрел ну а дальше среди вы сомневаетесь в точности малыша которого я показывал в начале вот я вам показываю на примере блока питания моего самодельного и этот мультиметр показывают одинаковые показания видите только реагирует он быстрее намного то есть если блок питания задержкой выдает то он мгновенно так что уже в нем не сомневаюсь для автомобиля же говорю это самый раз то что надо будет не что проверим термопору еще что она нам покажет вода кипяток только с чайника до кружка быстро студии на воду вот 75 дальше 85 градусов температура воды сейчас да мне это пригодится моих экспериментах хорошая функция что я могу сказать завершение я рад этим этому приобретению надеюсь что они мне прослужат верой и правдой никого ни к чему не обязываю выбор делать это ваше дело ваш выбор просто я себе взял и показал вам всем удачи всем пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дизлайки обязательно всем удачи